Тимитя, 1915 год. Шмурдяга. Штык-ножик. 42, да, наверное. Чичко. Везет же мне напряги. Вы на канале Пурский Шмурдяк. Снова мы копаем по войне. Значит, начинаем свой поиск. Нашел, значит, крышку противогаза. Была закрыта. Решил проверить свою удачу. Удачи не было. Штык такой. Потом сигнальчик такой. Бл-бл-бл-бл. А это серебро, друзья. Тут, правда, перелом. Ничего страшного. Остатки 800. Ну, лом. Пусть будет лом. Лом серебра тоже не будет. Так, следующая находка. Вот торчит. А если надавить рычажок, скажут, что мы его воткнули. Ну, это нафиг втыкать. Сами видите, грязни. Чекушки где у нас? Вон они. Ой, весь красивый. 43-й год. Сейчас с щеточкой. А, зачистим годики. Вон, дольщики. А, мои инициалы, да? СС. СС. Ну, что за чётик? Зачётик. Отличненько. Сейчас почистим, посмотрим. Так, что у нас тут пишут? 43-й. SW-T. Ну, чё, сохран довольно-таки неплохой. Хороший. Пойдёт. Пойдёт. Копаем дальше. Погнали. Следующая находка. М42, да, наверное? Вообще-то надо сейчас уже определить. Ну, вернее, то, что от него осталось. Возможно, было осколочное. И, возможно, либо сгнила здесь, в земле. Вот такой персонажик. Копаем дальше. Следующий персонаж. Вот такой кран, смеситель. На кухню, наверное, надо поставить. Буду посуду мыть. Находки мыть через него. Ладно, погнали дальше. Цветняк минимум. Не, а кто-то краны, кстати, покупает, коллекционирует. Ладно, копаем. Светомаскировочная фара. Но так был когда-то. Была бы целая. Цены бы немало, кстати, стоило. Доводилось находить. Ну, и по глупости продавать. Ну, как по глупости. Есть вещи, которые вдохновляют. Не, ну, есть вещи, которые вдохновляют. На полке. А некоторые, как бы, ну, не особо. На любителя все. Ну, а тут запчастей даже не выбрать ничего. Ну, тем не менее. Следующим сигналом пока за мигнем. Летим дальше. Дольче Кабана. Да-да, Дольче Кабана. Вот разгрузки зацепчик. Берем, конечно. Копаем дальше. Так, ну, мы тут продолжаем. В общем, попался непонятный, неизвестный гость. Ну, это точно не 98-й. Вот сто пудово. Как-то вот он вот так вот выглядит. Ну, вот тут вот шомпол, насколько я понимаю. Идет шомпол. Вот, мушка такая. Не знаю, что такое, блин. Может, в комментариях кто-нибудь подскажет. Ну, даже затрудняюсь какие-то предположения высказывать. С моим-то познанием. Ну, короче, у нас нужно традицию опять исполнить. Но вещь такая прикольная, шикарная, какой-то интересный экспонат. Так. Цельси. Не, ну, какой-то прикольный, что-то непонятное какой-то. Ладно. Короче, хрен его мы. Куда? Ух, железо. Пойдем дальше копать. Так, следующим звонким сигналом. Часть сломанного ножа. Здесь это у нас распрей. И потом выпала ручка. С этой стороны чистил. Ничего не обнаружил. Здесь начал чистить. Здесь вижу госприемка какая-то. И вот чуть ниже видно паучок вермахта. То есть военный ножик был. Ну, ручка пойдет. Сейчас почистим на птычку. Посмотрим более внимательно. Так. Вот у нас на 38-й год. И вот птичка пойдет. Ручка для ножа. Лезвие приобрести. И поставить будем сыр и колбаску резать. Да, сохран, конечно, такой себе. Еще где-то должна быть часть вот этого ножа. Ну, пойдет. Пойдет. Так. Следующий. Большой сигнал. Подковырнул. Вылез. Вон размер. Даже отсюда видно. Ну, и что. Если так вот приподнять. Вон она. Косуля. Косуля. Касочка, вернее. Что-то она какой-то маленький размер, наверное, или вшлепана. Она вшлепана. Содержимым. Содержимым. Мир. Это песок. Короче, касочка ушедшая. Она пустая. Самое ценное здесь. Подшлемник алюминиевый. Вот этот вот. Да, каска в труху. Ну, фиг с ним. Подшлемничек. Подшлемник надо добывать. Очень вот такая вот. Все, подшлемник. Вот размер тут, сразу. Размер, размер. 58-й. Ну, что, подшлемник заберем. Ладно, чтобы он не сломался, блин. В рюкзаке. Ну, так вот. Лесной музей очередной, короче. Экспонатик. Был бы. Ладно. Капанда. Ну, не знаю, как комментировать. Как говорится, лимит. Лимит, оказывается, не закончен. Везет же мне напряги. Сейчас мы еще здесь как-нибудь. Сигнал, кстати. Ну, алюминиевый, это посимпатичнее копать. Ну, что за счет. Зачет. Зачетина. Ну, блин, в глине, смотри, какой сохран. Просто бомба. Вилка была стальная. Вилочка была стальная. Не, ну, сохран прям вообще бомбезный. Смотрите, какой. Шикардос. Шикардос. Все. Все. Зачет. Зачетина. Зачетище просто. Накаркал, да? Насчет пряг. Так, что лимит исчерпан. Он не исчерпан, но пряга нашлась. Значит, смотрите, следующая находка. Фляга. В какое-то дерево, что ли. Накаркал, алюминиевый. Просто там мусор какой-то. Почему-то такое впечатление, что он в какой-то деревянном. Вот. Бакелитовом, что ли, чем-то заливкой. Вот, видите. Интересный какой-то. Хм. Интересный. Что за? Что за такой? Ладно. Вот это мне интересно. Почему так? Как будто бакелитом по кругу обклеено. Что, почистим? Что-то даже не могу понять, почему. Или она, может, в тряпке была обвернута. И вот такой остаток. Ладно, короче, шмурдяк. Под стать канала. Копаем дальше? Так, Игорь Александрович позвал показать свою находку. Свежую, с пылу жара. Штык-ножик. Сказал, что уже в ножнах. Так, ручка была деревянная. Возможно, ножны сохранили лезвие. Но не факт. Ножны уже вон уже. Ушло, ушло. Но, я не знаю, будет он доставать, не будет. Деревянные ручки он уже, естественно, на эту. Вот это хорошая находочка. Хорошая. Ну, наверное, не знаю, будешь скрывать сейчас ножны. Короче, будет избавляться от ножен и смотреть лезвие будем вместе тогда потом. Всё, погнали. Процесс избавления от ножен. Начался. Так, вылезли. Ножны, короче, вы достали из ножен. Что у нас полезно? Вот эти, как они там, пружины внутренние. Ну, а что лезвие, смотрите, какое. Да, лезвие шикарное, смотрите. Он даже, вон, без лжавчины, вот здесь вот. Масло. Ну, масло, да, ну. Вон, тут даже этот. Без потерь. Острюе вообще без потерь. Сохран бомба у него. Кровосток. Суши вообще шикарный. Смотри, ещё даже этот остался. Не, шикарный сохран. Отличный. Отличный. Огонь. И всё, сломался. Ну, всё. У каждого джигита должен быть свой кинжал. Сегодня этот кинжал вот такой. Не, лезвие прям топовое. Очень редко с хорошим лезвием в ножи попадаются. Благодаря ножнам он, в принципе, и сохранился. Ну, что, мои поздравления. Поздравляю. Вот так-то. Так, ну, в принципе, мы движемся домой. Выпало. Кстати, сигнал думал, что пряга будет. Ну, не пряга. Короче, какая-то ёмкость. Ну, я начал чистить. Понимаю, что это у нас портсигар, наверное. Потому что вот рисунки или там... Сейчас, короче, почистим. Что-нибудь интересное будет. Если даже, возможно, будет его открыть, то мы откроем. И вообще посмотрим, что тут написано, нарисовано. Давайте. Не переключайте. Так, ну, значит, портсигард у нас не немецкий. А подписной, кстати, Митя. 1915 год. Другой трактовки такого года, ну, не придумать. Было бы там, допустим, 1990. То есть вообще портсигард папирушный. Вот. Потом, значит, с этой стороны тоже у нас буквы выбиты. Но тут уже посложнее прочитать. Ну, внутри, мне кажется, там глина. И сейчас его не открыть, потому что он подзагнутый. Ну, блин, прикольная такая вещичка. Интересный. Интересненький. Ну, вот, 1915 год. С обратной стороны удалось после чистки немножко прочитать. Память. В память. Здесь вот буква Л. Ли-ны. Такой вот портсигар 1915 года. Так, ну что ж, друзья, на этой ноте мы с вами на сегодняшний попрощаемся. Коп у нас, в принципе, завершён. Мы сейчас двигаемся к машине. Уже вечер уже такой наш нагрянул. Всем, кто был на канале, всем спасибо за просмотр. С вами был Прусский Шмурдяк. Здоровья вам и вашим близким. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok